Митинги с боевыми салютами, парад войсковых подразделений и урошистый сход. Сегодня в Гомеле прошли мероприемства, промеркованные до Дня оборонцев Альчины. Об самым важным и цикавым материал наших корреспондентов. Это свято объеднуло все поколения. За свою историю Беларусь не одной же была ареной битвы. И за все ДНР оборону становились наши протки. День оборонцев Альчины – символ верности воинскому обовязку и самоданности, своей родиме, славы и величи у Збройных сил. Сегодня Беларусь мкнется выращать все спрошенные пытания за столом переговоров. Такая позиция приносит республице заслуженную повагу с боку инших краин. Разом с тем у нас компактные мобильные узброенные силы, сдольные сопростоять с участным риском, поспехово выращать в учебно-боевые задачи и оборонять территориальную целостность и незалежность Беларуси. Современное вооружение, техника, которая эксплуатируется и готова всегда быть использована по назначению. Но назначение – это в мирных целях. Используется только на полигонах, на учениях. Ну и в готовности дать отпор, если такая необходимость будет. Адметная риса мероприемствов этого дня – проведение митингов на знаковых местах. В складении венков и кветок на мемориале «Вечный огонь» это данина поваги всем оборонцам Айчины, которые отдали житцы за свободу родимые. Свою историю Зброенные силы Беларуси отличаются от дня створения рабочей селянской червоной армии. За минулые 102 годы ей неодноразово приходилось принимать удел в боевых деяниях, демонстрируючи приклади соправданного героизма. Сучасные военнослужащие об этом памятают. На параде Гомельского гарнизона представники войсковых частей пограничной группы кадетского училища, специализованного лицея при Институте громадянской обороны Республики Беларусь, военно-транспортного факультета Беларусского державного университета транспорта и военные кафедры Гомельского медуниверситета. Сегодня у высшейших научных установок города ведется подрыхтовка по 25 военных специальностях. Значный уклад у оборону краины уносит так само и мясцовые промысловые предприемства, причем это тыжится не только в сучасности. В областном музее военной славы разгорнута экспозиция, которая рассказывает об выпуске военной продукции в часы иснования СССР. Военная форма откоментарна. Элементы авиационных руховиков с жидковицкого ремонтного завода, приемно-передающие модули для военных кораблей, вырабляемые на Гомельском радиозаводе. Элементы систем супрозракетной обороны в творчестве Института механики металлополимерных систем. Когда появилось светлогорское химволокно, они выпускали нити, которые выдерживали полторы тысячи градусов, искусственные нити. Обшивка космического корабля «Бурана» на наш знаменитый диапроектор. Тоже это вся оптика, которая делалась лучше в Советском Союзе. У дельники Великой Ачины для сучасного поколения военнослужащих – узор самоданности, героизму и сопроводной любови до своей родимы в самых складанных ситуациях. Прошим оборонцами родимы тогда были не только мужчины. Женщинам на войне было еще больше тяжко, чем представникам мостной половы. Лет для того, как трапить на фронт. Некоторые из них навыд и шли на хитрость. Ее никак не хотели брать в армию. Женщина. Она переоделась и выдала себя за мужчину. Она была командиром танка до тех пор, пока ее уже на территории Германии не подбили немцы. И когда немцы подбили этот танк, из соседнего танка выскочили хлопцы, чтобы спасти, вытащить, вытащили ее. И только тут разглядели, что это женщина. Так Черняховский такой разгон всем дал. Как это так? Столько времени она у нас служит, и никто не знал, что это женщина. Мероприемства из нагоды Дня оборонцев Айчины и Узброенных сил Республики Беларусь у Гомели завершаются урожистым сходом. Ветераны Узброенных сил, сучасные военнослужащие, проставники органов улады и громадских организаций, усеяны, оборонцы Айчины. Якой бы великая ни была роль Айчины, основа армии, яе люди. У Беларуси яны есть.